МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир с телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. На грани вымирания. Редкий вид животных может остаться только в Красной книге. На берегу Каспия зафиксирована массовая гибель тюленей. Нашла Касана камень. Ставшая героем по неволеус маншейхов, предотвративший накануне похищения девушки, был награжден в муфтияте республики. Единство и сплоченность на деле. Представители муфтията Дагестана встретились с известными спортсменами, выходцами из лакских районов. Глава Минздрава допустил ограничение передвижения россиян между регионами и внутри них, сообщает российская газета. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество 2020». Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки в России выявлено более 29 тысяч случаев коронавируса в 85 российских регионах. Полностью выздоровело 21 342 человека. Отметим также, что в большинстве регионов на массовые гуляния и празднования введены ограничения. В РИО главы Дагестана Сергей Меликов внес в Народное собрание Республики предложение по кандидатуре в РИО председателя правительства региона Абдулпатаха Амирханова для получения согласия на его назначение премьер-министром. Об этом сообщается на странице администрации главы и правительства Республики на официальной странице в Инстаграм. Согласно Конституции, парламент рассматривает представленную кандидатуру премьера в течение семи дней. Массовая гибель тюлени зафиксирована на берегу Каспийского моря. В соцсетях появились видеоролики и фото, на которых видны туши мертвых животных, плавающих в воде. А между тем, Каспийский тюлень занесен в Красную книгу России. Изучала тему моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Ласты кверху, на теле раны, погибшие животные на песке. Эта смертельная картина никого не может оставить равнодушным. И прошел мимо и заслуженный спасатель России Зевдин Никомагомедов. Именно он и начал бить тревогу, когда стал находить туши тюленей во время своих утренних пробежек. Я каждое утро хожу на физзарядку, на пробежку, на прогулку сюда. Вот недавно обнаружил 9 тюленей. Я ничего не стал писать, но потом в следующий день пошел, обнаружил 17 тюленей. Я потом снял на видео и выложил на своей странице, на инстаграм. Мертвые тюлени, по словам Зевдина, пролежали на берегу около недели. Теперь же массовая гибель Нерпы стал поводом для проверки. Природоохранная прокуратура вместе с учеными выясняют, что же стало причиной смерти почти 20 краснокнижных тюленей. Пока же можно только предполагать. Предварительные причины у нас сейчас основные две. Это загрязнение, попадание сточных вод и отравление среды водной. И основная причина, вообще номер один, то, что мы придерживаемся, сейчас проводим анализы, это браконьерские китайские сети, типа путанка, в которых тонут тюленя, и которых выбросило, получается, в таком количестве из-за штормов. Две недели были шторма. Каспийский тюлень на грани вымирания. По словам ученых, за последние полвека его популяция сократилась с миллиона до сорока тысяч. Инцидент с массовой гибелью Каспийской Нерпы происходит уже не в первый раз. Четыре года назад на побережье были найдены почти 300 мертвых тюленей. Тогда установить точную причину трагедии так и не удалось. Я могу десяток теорий сказать, почему они могли быть, но все это надо проверять тонкими лабораторными экспериментами, анализами. Требуются просто серьезные научные исследования этого вопроса. Иначе однозначно ответить на этот вопрос просто невозможно. В скором времени, по словам специалистов, на побережье будут установлены информационные щиты с номерами телефонов, на которые можно звонить при обнаружении мертвых животных. Кроме того, планируется создание интерактивной карты слива сточных вод и организации работы берегового патруля. За состоянием акватории будут также следить волонтеры и студенты экологических факультетов. Чтобы спасти популяцию редких животных, сделать предстоит многое. В Дагестане коронавирус продолжает уносить жизни людей. Со вчерашнего дня в республике от ковида умерло еще 6 человек, и на сегодня эта цифра уже превысила тысячу. Дагестан – восьмой субъект России, достигший отметки в тысячи смертей. Ранее Минздрав республики увеличил число коек для пациентов с COVID-19 в связи с ростом числа госпитализации. За сутки опасным вирусом заразились еще 120 человек, вылечились и отправились домой 69 пациентов. Дагестан задолжал за электроэнергию почти 1 миллиард рублей. Главными должниками остается предприятие ЖКХ. Наиболее злостные неплательщики на протяжении нескольких лет сохраняют за собой позиции в черном списке энергетиков. Среди самых проблемных абонентов числятся Махачкала-Водоканал, Горводоканал и Дагводоканал. Неспособность платить компании объясняют тем, что потребители, в свою очередь, не платят им за воду. На долю населения из общей задолженности приходится более 308 миллионов рублей. При этом в Россетях отмечают, что низкая платежная дисциплина коммунальных предприятий срывает запланированное проведение ремонтных работ в регионах и таким образом ставит под угрозу надежность энергоснабжения. Усмана Шейхова, предотвратившего похищение девушки, накануне наградили в Муфтиятии Республики. Напомним, в Хасавюрте трое неизвестных мужчин попытались похитить студентку медколледжа имени Башларова, которая возвращалась с занятий. Усмана Шейхова в этот момент направлялся в колледж на очередную просветительскую лекцию. Заметив неладное, сотрудник отдела просвещения вышел из машины и предотвратил похищение. Храброму молодому человеку помогли его спортивные навыки. Не считаю это героическим поступком, потому что мы знаем, согласно хадисам нашего пророка, верующий человек только тот, кто желает другому то, что ты желаешь самому себе. То есть считаешь себя верующим человеком, значит твоя первая обязанность, все, что желаешь себе, желать другим. Это обычный поступок, который должен совершать каждый человек, когда он проходит мимо чужого горя. Хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Я его назвала ангелом-хранителем нашего ребенка, потому что в наши дни можно назвать его поступок героическим. В знак благодарности от имени шейха Ахмада Афанди первый заместитель муфти Абдулла Аджималаев вручил Усману памятные подарки. Выражаем надежду, что поступок нашего сотрудника Усмана Шейхова будет примером для подрастающего поколения, а именно, чтобы они не проходили мимо горя людей, чтобы они всячески оказывали помощь ближнему, чтобы они были максимально полезны этому обществу. Дагестан вошел в тройку самых непьющих регионов России. И об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самыми непьющими и некурящими регионами России оказались наша республика, Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Отмечается, что регионы Северного Кавказа уже не первый год занимают первые строчки списка. Этому способствуют установленные в республиках строгие традиции и менталитет местного населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от отравления спиртным. Единство и сплоченность народа в деле пропаганды спорта и здорового образа жизни. Накануне представители Муфтията Дагестана встретились с известными спортсменами, выходцами из злахских районов. Подробнее расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Состав гостей на этой встрече впечатляют. Чемпионы мира, Европы, медалисты крупных международных турниров. Всего порядка 50 титлованных атлетов. В одном зале собралась практически вся спортивная элита лакского народа. Конечно же, это очень необходимая встреча на сегодняшний день для нас, чтобы мы узнали друг друга, наш народ сплотить, объединить, чтобы мы как один кулак находились рядом, когда нужна наша помощь, поддержка любому человеку из нашего общества. Атмосфера братства и позитива. Старые знакомые, приятели и товарищи по команде. Большинство спортсменов-лакцев прежде виделись только на турнирах или сборах. Здесь же, в неформальной обстановке, они смогли познакомиться поближе и поднять актуальные темы. В основном говорили о важности единства и сплоченности лакского народа. Надо подумать о нашем будущем, о нашей молодежи, насколько она будет чистой, насколько эта молодежь будет любить здоровый образ жизни, спорт. И наша задача сегодня популяризировать всех наших героев нашего народа, дать возможность нашим детям, нашим внукам знать их, брать равнение на них, идти рядом с ними. Здесь диалоги, много вопросов бывает и спортивных, и воспитательных, чтобы взрослые могли объяснить молодым, как двигаться в спорте, как находиться в данный момент жизни, в своем месте, чтобы человек находился. На самом деле, мы давно нуждались в таких мероприятиях, чтобы вот так собираться, чтобы мы сплотились. На другие нации смотришь, которые сплоченность, даже за них гордишься. А еще, если будут свои такие братья, тем более лакцы, они сильный духом народ, мы можем еще крепче держаться вместе. Когда человек знает друг друга, общается, приветствует друг друга, конечно, они способствуют обнимению. Не только лакцы, вообще, и других наций тоже. Вообще, эти мероприятия надо проводить чаще. Координировать совместную работу будет Лакское молодежное общество. В планах у этой общественной организации усилить пропаганду здорового образа жизни. Именитый спортсмен, по словам Мухаммад Маннара Бариева, это своего рода пример для подрастающего поколения. Поэтому в нем должны сочетаться лучшие моральные и нравственные человеческие качества. Наша цель была, во-первых, объединить, узнать друг друга так, как не все друг друга знают. Усилить братские отношения, в дальнейшем совместно работают, объединяться во благо своего народа. Для подрастающего поколения, чтобы было примером, показать им пример объединения. Наставлять их, так как молодежь, основном, они берут пример со спортсменов. Чтобы они тоже могли выходить к ним, показывать какие-то мастер-классы, говорить какие-то правильные слова. Курбан Рагимов, Халида Ахмаев, телеканал ННТ, Каспийск. Золотой рейс. В Махачкало вернулись триумфаторы чемпионата России по боксу, прошедшего в Оренбурге. В аэропорту «Радость победы» вместе со спортсменами разделили их родственники и друзья. Боксеров и их наставников с успешным выступлением поздравили представителя Минспорта и руководство спортшколы имени Алиалиева. Напомним, что на этих престижных соревнованиях дагестанские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали. Чемпионами страны стали Джамбулат Бижамов и Муслим Гаджимагамедов. Серебро у Шахабаза Махмудова и Шарапудзина Атаева. Лучшим тренером чемпионата России второй год подряд был признан дагестанец Рашидбек Ахмедов. Этот год у нас очень урожайно, несмотря на эту пандемию, медалей достаточно, чем не меньше, чем в прошлом году. Ребята, я хочу вас поздравить. Сюда сегодня приехали ваши родители, ваши тренера, ваши директора школы. Раймонов приехали, ваши ваши. Вы нас еще раз, весь спортивный дагестан, обрадовали своими победами. Мы гордимся, я думаю, это и пример для всей молодежи, которая сегодня с вами сюда приехала. Продолжайте так жить. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok